Такой существенной частью нашей экспозиции является вот эта часть, которая называется лаборатория биоэтики. Потому что если раньше, скажем, до войны Второй мировой, вопросы биоэтики вообще не вставали, то есть когда ученые работали с модельными животными, они не должны были испытывать угрызение совести. Они могли это переживать, но это было личное дело. Общество им не предписывало испытывать угрызение совести, потому что, во-первых, работала христианская этика, там была строгая иерархия Бог-мужчина, женщина-ребенок, и внизу сам животное. И если что-то делалось для блага человека, то, естественно, животное не учитывалось вообще в данном случае. Дело в том, что это продолжалось до Второй мировой войны. После Второй мировой войны со всеми этими связанными катаклизмами очень изменились, вообще не только биоэтик, вообще этика стала меняться, и сейчас уже общество предписывает нам жалеть животных, считать животных, обладающими сознанием, не считать их равными себе и так далее. Тогда про это, конечно же, животное никогда не равнялось человеку ни в каком виде. Тогда их дети, на самом деле, относились тоже так же. Они находились на низкой ступени иерархии. Есть фильм знаменитый по экспериментам в студии Павлова, Красногорского фильм, о Красногорском такой был ученый, который в том числе изучал условный рефлекс на маленьких детях, на детях-беспризорниках, их тоже вживляли сюда фистулы и проводили с ним ровно такие же эксперименты, как с собаками. И это не считалось неэтичным. Но сейчас мы всеми говорим о биоэтике, и когда приходим в суд, взяла Берем Павлову, и мы жалко собак, жалко животных, все вспоминают о собаке Павлова, которую здесь мучили. И ответом на эти переживания современных людей явилась вот эта последняя часть экспозиции, которая сделана Людмилой Беловой. Это такой межсильный проект. Людмила Белова – это художник, который умеет работать с трудными темами. Ее проект «Тихие голоса», посвященный Ленинградской блокаде, был достоин премии Курехина позапрошлым году. А художников, которые могут деликатно работать с трудными темами, их не очень. Павлов задумывался об этом все. Нет, 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 потому что тогда, когда Павлов вообще, он задумывался как человек, поскольку они вообще все ученые, которые работают с животными, с моделями, организмами, конечно, у них все надеются с этим организмом, как и личные отношения. Даже когда они с пиявками, и с пиявками устанавливаются личные отношения. Конечно, они переживают, когда они вынуждены убивают на нужных целях, или делать операции. И поэтому Павлов, вот эта цитата, она достаточно характерна в всем любом учебе. И сейчас, я говорю с ученым, они имеют то же самое. То есть их жалко, поэтому они понимают, что нет другого пути, нет другого способа найти способ лечения человека. Мы находимся в реальной писянской цивилизации, и у нас есть герархия. То есть человек главнее Ива, главнее Олег, главнее волка, волка, главнее... Ну, там, собака, это, ну, конечно, наш друг. Тем не менее, человек главнее... Знаете, что где ехали, если собака, скажем, живет по базу, все стало, и почему вы пострелите? И у кого это не дробнет сердце? Вот, и это сейчас мы уже так реализуем на животных данные инструменты Павлов. Большинство людей ненавидят Павлов за то, что он мочил собак. Но если бы он не мочил собак, то там, да, ту активизацию, в которой мы сейчас живем, она бы не была бы такой. Медицина не была бы такой. Вот, поэтому, ну, как бы не спешно, и нами стабильные. Мы водили отсюда, заводили в ту комнату. Вы обратили внимание, вот знаете, как бы душевые, да, вот эти... И ставили вот в эти стоила, в миска комодок. И там они, во-первых, привыкали к тому, что сейчас с ними будут работать. То есть они там привыкали стоять. Потому что эксперименты, которые с ними проводились, они требовали стояния в станке довольно долгое время. Во-вторых, их там еще мыли. Поэтому там такое кафельное помещение, стоп для воды. И после этого либо их ввели на операцию, вот в операционную, где ввели, либо их ввели в заглушенную камеру, где с ними проводили вот эти вот эксперименты, связанные с выработками. Вот, все равно это очень тревожное место. А второе, как бы, место, тоже ожидание. Это ожидание этого, это вот эта комната. А давайте мы с вами поменяемся. Эксперименты шли на собаках, да, и для собаки, и вообще для модельного животного, вот эта встреча с человеком была вот таким тревожным моментом ожидания и неопределенности будущего, то сейчас на самом деле человек находится в том же положении, в котором в свое время находилась собака. Потому что мы сейчас вот в условиях нового биотехнологического настоящего мы находимся в состоянии тревожного ожидания будущего. Потому что технология меняется, вот там вся эта регенеративная медицина, генной инженерии, клонирование, экстракорпоральное подотворение. То есть с нами, мы даже не замечаем, как с нами происходят изменения. У нас уже там многих шунты, мы частично комборгизированы, и это будет нарастать. И вот эта лаборатория, это пространство, это место, где Люда повестила интервью, которое она взяла у ученых, философов, художников, которые живут сейчас достаточно успешно, которые рассуждают о том, как меняется сейчас судьба человека, что его ожидает в ближайшем будущем, как на это будет влиять наука, как к этому относиться. Вот та инсталляция, которую, вот этот эмбаромент, которую Люда со стола, ну понятно, что она создает вот это ощущение творческой лаборатории, тревожности. Здесь есть вот этот образ нейронных сетей, по которым пробегает импульс. Вот, то есть вся эта атмосфера, она говорит о том, что мы сами находимся сейчас вот в этом состоянии эксперимента, которое происходит с человеком. И если вы вот сюда дальше пойдете, вы увидите, что вот там за занавесочкой, видите, кто-то... Иди, хоть, пока, не надо. Там кто-то ходит, сейчас стоит. Вот, видите, это какой-то... Вон, сейчас он пройдет. Это человек в состоянии вот этого тревожного ожидания будущего. То есть он вот, вот, видите, он там ходит. Прямо. Вот он. Правильно? Нет, нет, там дядя все время. Это глушит. Вот он, вот этот человек, вот, собственно, это мы и есть. Это человек, который тревожится в своем будущем. Вот эти вот слайды, срезы, которые здесь лежат, это срезы гандлии пиявок, потому что у пиявок, у них очень крупная нервная система, прямо, которую вот так увидеть можно. Вот эти ее гандлии, они вот так вот режутся учеными, под микроскопом изучаются. Вот это вот срезы гандлии пиявок. Это фотографии под микроскопом дает вот это вот пространство, в котором по-хорошему зритель должен задуматься и пойти задумавшийся такой. Вот, домой. Это вот именно вот это? Да, это такой, как бы, такой аккорд за ключ.